МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите ухэтым выпуском. Земельные спрэчки, якость медицинского обслуговывания и праца уладкования. Старшиня гомельского облывыконкама Владимир Дворник сегодня провел промую телефонную линию. Былые студенты, будучи урачи, в медуниверситете отбылся выпуск специалистов. Тень ворога. Гомельские киноаматеры сустрелись с творчей группой нового белорусского фильма. Тысяча теней у творчасти. Выстава мастачки Катярыны Крохалевой открылась у Гомеля. И больше подробязна об этом и не только. У Беларуси протягиваются субботние промые линии органов улады. Сёння на пытанье жихароу нашего региона отказывал старшиня гомельского облывыконкама Владимир Дворник. За три годины поступило 30 телефонных зворотов. Основные темы – земельные спрэчки, якость медицинского обслуговывания и праца уладкования. При этом вращение большинства узнятых грамадянами пытанев не потребует серьезных финансовых укладанев и по сотности знаходятся у компетенции мясовых уладау. До старшиня облывыконкама зверталися на конт выкананне правила у парковки каля рынкау, рамонт у даху приватных побудов. Дарэчжи телефоновали на промую линию не только с просьбами, але и со словами «падзяки» за раней вырашенные проблемы. Например, у соковику этого года на промую линию губернатора звернулись жихары Мазыра. Яны просили перенести запланованное будовництво шмат поверхового дома по улице Пролетарской на іншое место. У вызволеным одного будовли дворы обьяцали разбить сквер. Владимир Дворник прислухался до их меркования и поспроял становучему вырашенню пытанне. Люди и отказ свою идею таксаму высабляюць уже тём. Вы нам очень помогли в том, что мы победили. Сейчас у нас уже заложен сквер, тоже с вашей лёгкой руки. Опять же, благодарны вам очень. Всё, вы живите, ничего пока не переживайте. Владимир Владимирович, мы просим, пожалуйста, нам посодействуйте. Турники, брусья нужны и скамейки для сквера. Ну вот поручение я сделаю, здесь управляющая, посмотрят, что там вам надо добавить для того, чтобы благоустроить этот уголок. Некоторые свороты на промую линию в Охуле не потребовали практичного выращения. Частка грамадян цикавилась пылной информацией. Наприклад, некальки звонков тычылись об удавництва жилья на льготных умовах. У гэтых выпадках старшиня Абл Виканкама информовал об макчимости отримать жильёвый кредит по ставках у двоя меньших за ставку рефінансования Нацбанка. Остатние звороты, взятые на контроле, будуть разледжены у ближайший час. До инших тем. Заместо варейных цепустелых будинков – амфитеатр, дитячая гульневая пляцовка и спортивная зала. У Вецы пройшло посяджение выездной сессии Гомельского областного совета депутатов. Удельники проанализовали, накольки эффективно на территории Гомельщины выкористовывается нерухомостью сих формов уластности. На сессии Аблсовета побывала и наша здымочная бригада. Летось в Ветковском районе провели мониторинг. Высветлилось, что на его территории каля 130 объектов нерухомости не выкористовывается. Прошел совсем невеликий час и уже сегодня половы из них находятся у господаршем обороте. Частка знесена, остатние до зимы повинны знайсти своих господаров. Ветковский район, зразумело, у пытания выкористания покинутых объектов нерухомости мая свои первые. Одна из них – близкость до Гомеля. Бизнесмены охотно открывают тут вы творчестве, а держава – цехи и филиалы предприемства. Различные расположились производства. У нас есть ОАО «Гомельмастер», который на неиспользуемых площадях реческого текстиля выкупил себе здание и занимается форматированием стекла. Есть «Сириус Групп Аград», там же на той территории, на той же площадке расположился. Они занимались трикотажными, пошивом трикотажным, вязаные вещи, направляли их в Российскую Федерацию, продавали. В этом году они идут по параллельный путь, у них разлив питьевой воды. Усяго на Гомельщине зараз выше 200 тысяч квадратных метров свободных площадок. Это пятая частка от республиканской лечбы. С года в год их колькасть уменьшается. Разом с тем, з'являются и новые объекты, на которых за, например, оптимизацией спиняется господаршее життя. Сегодня, естественно, в первую очередь мы хотели бы, чтобы все объекты были задействованы. Но то, что сегодня не нужно государству, мы предлагаем бизнесу для развития частной инициативы, для создания нового класса собственников. И у нас очень много на территории Гомельской области действительно успешных предприятий малых. Каб удыхнуть життёву покинутою нерухомость, треба знасти новых господаров. А каб знасти уладальников, які дадут импульс для развития таких объектов, важно их зацікавить. Для этого существуют привабные льготы и преференции. Например, продаж объекта за одну базовую величину. А держава выращает таким чином и еще одну задачу. З'являются так потребные зараз новые операционные месцы. Например, в Ветковском районе створили швейный участок предприемства «Восьмая Сыковика». Ряд нормативных документов сегодня позволяют инвестору, позволяют не только частному, малому и среднему бизнесу, но также и государственным предприятиям найти нишу. То есть в данном случае, возьмем 8 марта, предприятие с государственной долей. Нашло помещение на сегодняшний день в Ветковском районе. Решили сразу две проблемы. Помещение вовлечено в хозяйственный оборот и 54 человека сегодня получили дополнительные места. Знасти информацию об свободных площадках зараз вельми легка. Она размещена на сайте Абл Майомости, Кожна Гарайвы Конкама, а так само широкого организации и предприемства региона. Усягон на Гомельщине зараз выращается лез с выше 5,5 тысяч таких объектов. Марина Джала, Игорь Маришенко, телерадокомпания «Гомель» из Ветковского района. Белорусский металлургичный завод за 5 месяцев 2017 года повеличил экспорт своей продукции на 40%. А кроме этого географию поставок поширили 4 новые краины. У першиню металлопродукции отгружена у Сенегалма, Уританию, Кодзьвуар и Гану. У сего селета покупниками предприемства стали компании 46 краин. На экспорт поставлена продукции на сумму больше, чем 375 миллионов долларов, что на 40% выше за уровень минулого года. Президент Беларуси Александр Лукашенко наведал Хойницкий район. Керавник державы побывал у Полесским радиоциально-экологичным заповеднику. Тут президента ознайомили с новуковой и экспериментальной работой, которую проводят в ученые. Так само Александр Лукашенко отказал на питанье журналистов. Завтра свое профессийное свято означать работники Галины Аховы-Здоровья. Больше, чем 42 тысячи жихаров Гомельщины сегодня не працуют в медицине. Тихо пае региону кадров и как оценивается уровень медицинских обслугований. Про это в актуальном интервью расскажет начальник управления Аховы-Здоровья Гомельского областного драм-театра на этом тыдне прошли гастроли Брестского академического театра драмы имя Ленинского комсомола Беларуси. Актеры представили три оригинальные спектакли для детей и дорослых, якими еще интересными культурными подеями отзначились минулые дни. Вы доведаетесь за глядом Вероники Ворошилиной. Глядите программу новинный тыдня завтра у 16.00 на телеканале Беларусь4. Протягиваем выпуск информации от Гомельского областного управления МНС. На наступном тыдне с 20 по 22 червеня на территории региона пройдет комплексная проверка автоматизованной системы централизованного оповещения грамадянской обороны с заключением электросирен. Уперед проведения проверки МНС просит заховывать спокой, заставаться на своих местах, уважливо слухать поведомления диспетчерам. В сферу Аховы-Здоровья нашей краины пополнили полторы сотни молодых специалистов. У Гомельском медуниверситете выпускникам уручили документы об высшейшей эдукации. Пять годов у партой працы и вось выник на руках. Дипломы отрымали 150 цепер уже былых студентов медико-диагностичного факультета. И аще 50 человек у ВНУ подрихтовали на факультете для специалистов замежных краин. Однако для молодых медиков навучание на это не завершается. Напереде интернатура и аще шмат экзаменов, как подтвердить квалификацию. Однако первый и самый важный крок сделаны – яны урачи. И зараз наступает час на практицы, чтобы выкорыстовывать отрыманные веды. До речи, в первом працевом месте молодые специалисты могут не турбоваться. У нас, в отличие, наверное, от многих вузов, у нас распределение плановое. Было когда распределение предварительно. Каждый выпускник Гомельского медуниверситета, каждому представлены рабочие места. То есть искать ничего не надо, мы обеспечиваем работу. Пять лет были очень насыщенные. Я занималась во всех общественных организациях нашего университета. И очень жалко расставаться и терять, потому что столько было всего веселого и интересного. Различные акции, поездки. Этого всего будет очень не хватать уже во взрослой жизни. Людей мирной працы ушановывали у Добруши. Акция, инициованная Гомельским областным отделением Фонду Миру, ладится на протягу пяти годов. За этот час отбылось два десятки таких церемоний у разных регионах Гомельщины. На этот раз у Знагорода отрымливали лепшие супрацовники предприемств и организации Добрушского района. Утевская середня школа – одна из лепших у районей. Супрацовничая и она с Фонда Мира Амаль 10 годов. Школьники активно удельничают во всех мероприемствах, которые проводят миротворцы. Для директора Утевской школы Ганны Станкевич Узнагорода от Фонда Мира стала нечаканностью и несумненно приемной. Такая высокая оценка – стимул працовать еще больше пленно. Что самое дорогое у нас есть? Что надо человеку для счастья? Здоровье, хорошая семья, хорошая работа. Но все это не имеет смысла, если нету мира на земле. Поэтому мир – это основа основ. И получить такую высокую награду по линии Фонда Мира, я считаю, это самая высокая заслуга, что заметили меня как руководителя. И надеюсь, что в дальнейшем буду стараться со своим коллективом работать еще лучше. В Оголе Узнагороды отримали 24 человеки, номинации 4 – керавник, ветеран працы, специалист и молодь. На сцену подымались представники разных сфер – адукации, медицины, сельской господарки. Их объедуло одно – пленная праца на корысть своего района. Оценить намагания таких людей и призвана акция «Славим человека мирной працы». Мы своей акцией в какой-то степени способствуем поднять роль значимость труда. И тех людей, в которых мы участвуем, они же завтра будут работать еще лучше. А рядом, кто с ним работает, они будут следовать этому примеру. Максим Савин, Алексей Немкевич, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель» с Добружского района. У «Гомеля» отбылась и презентация нового белорусского мостатского фильма «Тень ворога». Мероприемство гладилось с уделом творчей группы проекта. Перед показом глядачы смогли доведаться, как вялись из дымки и над чем працевать было наибольшь складано. «Тень ворога» – это первый полнометражный фильм у карьеры починающего режиссера Игоря Сянькова. И он з'является аутром сценария и выканавцем головной роли. Фильм присвячается героям разведки Великой Айчиной войны. «День» отбывается в 1943 году на окупованной немецкими войсками территории. В центре сюжету советский разведчик, який отримливает задание пробраться в тыл ворога и сдобыть сокретные документы. Гомельчане премьеру увидели первыми. Зусим худко ее запустить в широкий прокат во всех кинотеатрах в области. «Идея, конечно, любовь к родине, любовь к своей семье. Попытка показать наших предков, за что они отдавали, были готовы отдать свою жизнь. В фильме очень много красивых созерцательных моментов природы. И в этой картине я пытался показать, насколько красива наша родина, что за нее нужно сражаться». У областным центра народной творчести открылась и персональная выстава гомельской мастачки Катерины Крохалевой. Экспозиция под названием «Тысяча оттенев», демонстрирует портреты и натюрморты. Катерина Крохалева – майстер олейного живопису. Ее творчая работа одрознивает богатство фарбов, что делает их вельми эмоциональными и экспрессивными. Тематика картин разностайная, от малявничных квитковых композиций до колоритных полотнов, роздумов и полотнов в образах. Про смастацкую творчесть аутор демонстрирует свою индивидуальность, богатство внутреннего света, широе почутствие и отчувание. Я рисую свои ощущения, которые мне дает жизнь на больших форматах, яркими красками. Мои работы очень простые по своей структуре. Мне нравится детское творчество, это меня вдохновляет, и творчество художников-примитивистов. На хитых выходных на базе санатория «Золотые опяски» Гомельского района проходит республиканская спартакияда работников системы Министерства юстиции Беларуси. Свой спрыт, худкость, выносливость демонстрируется 11 команд из лику работников Галины. Галуной метой изъявляется протягнение супрацовников юстиции до массовых спортивных мероприемств, до лучшения, до здорового ладу життя. У программу с поборництва уключены волейбол, плаванье, разные эстафеты, шматборья, а так само конкурс на лепшее представление команды. Даречи, по выниках зимовой спартакияды перемогла команда адвакатау. ГТ, а так само иншая новинная вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by И на гэтым выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнаценко. Усяго вам толькі самага добрага и до новых сустречу эфиры.